коллеги всем привет вы на канале халеба евгения мой канал посвящен финансовым рынкам и это еженедельное видео по рынку нефти мы посмотрим да что произошло на рынке нефти за эту неделю как на физическом рынке да здесь упор будет именно на физический рынок нефти насколько это возможно сделать с бесплатным доступом до к ресурсам к информации я напомню что информация по физическому рынку нефти находится в платном доступе такие гранды до информационная как плаца аргус да то есть они вот плюс снг и да вот то есть они монополизировали скажем так физический рынок но кое-что просачивается из этих ресурсов в бесплатное в бесплатном виде и этим реально можно пользоваться сразу предложу вам перейти кому интересно на мой плейлист познавательная там много прикладной информации для практикующих трейдеров и финансовых аналитиков следующее свое видео я запишу уже на следующей неделе поступил интересный на мой взгляд вопрос от подписчика по поводу того как связано денежно-кредитная политика учетная ставка безработица инфляция да то есть как это все скручивается и самое главное как это все отображается на финансовых рынках ну а пока мы переходим к рынку нефти и что произошло на этой неделе и так вы видите перед собой экран монитора немножко у меня сбой в настройках я думаю что так тоже будет понятно о чем я говорю итак первым делом мы смотрим на запасы нефти на по ведущим хабом дан у нас есть там несколько ведущих хабов в мире да это вот один из них это фуджайра это порт и хаб в европейских эмиратах откуда войдут нефтепродукты из ближнего востока и мы видим что на прошлое на текущей неделе у нас снизился показатель запасов дистиллятов до причем резко после резкого взлета ну это обусловлено как мы уже видим да это обусловлено именно сезонным фактором ну и в принципе сезонность у нас мы входим в низкий сезон и запасы у нас планируется расти в сингапуре также снижение дистиллятов это большой хаб для юго восточной азии в частности для китая для индии так далее да мы видим резкое снижение дистиллятов но все равно обратите внимание что и по фуджаре и по особенно по сингапуру запасы гораздо выше прошлогодних значений но также мы вступаем в низкий сезон дал у нас начинается боковая динамика запасов на этом хабе далее у нас япония да мы мы подходим к пику до этого цикла пику роста запасов на самом деле сырая нефть и дистилляты в японии остаются на нормальном уровне да то есть несмотря вот в в отличие да от запасов в сингапуре и в портах фуджайры да у нас здесь остается такая некая динамика которая в принципе привычно да ну и совокупно япония фуджайра и америка у нас показатель резко снизился поскольку штатах резкое снижение запасов по всем направлениям было даже в том числе снизили запасы стратегического резерва спр да на 1 миллион баррелей но тем не менее мы остаемся гораздо выше прошу прошлой и позапрошлых значений ну и где-то здесь тоже разворот в сторону низкого сезона в сторону роста либо уплощения до запасов пока перри за товаре нас рынка еще остается и на самом деле перспективы не очень радужная мы сейчас рассмотрим дальше сторону китая это у нас баланс в сша суточный он нанесен гистограммой мы видим до что такая грубая просадка у нас была на прошлой неделе но это и есть результат дисбаланса на рынке где он взялся непонятно поскольку остановилась остановились как нпз так и добыча сырой нефти любопытно что нефтепереработка также упала но она на самом деле мне кажется что это вся статистика от минэнерго не зря она пересматривается задними числами это все оценочные суждения да то есть это оценка показателя да то есть это не оценка реального происходящего в мире да вы на нефтяном рынке в штатах да в нашем случае а это как может себя вести этот показатель да то есть это математика и данные пересчитываются с влагом в два месяца мы не будем останавливаться это неинтересно самом деле вот что интересно китай на многие утверждают что за счет роста за счет роста импорта нефти в китае идет такая масштабная идет мам масштабный рост спроса на нефть и мы в предыдущих выпусках я показывал вам как что происходит у берегов китая с танкерами да там в принципе у нас там около 200 танкеров стоят на фрахте возле береговки китая не могут разгрузиться перед вами картинка картинка это загруженность чайников да то есть это частные нпз маленькие очень много в китае и по сути они создают спрос не синапэк да не в это чайно да а вот именно эти компании в основном спрос шел со стороны национальных компаний синапэк и петра чайно да и спрос шел еще со стороны зарубежных филиалов нпз в китае вот они покупали ну на мой взгляд это они спасали таким образом да америку как я уже показывал да что америку спасал китай забирая излишки по максимуму это и создала армию плавучих запасов и мы видим да что после пика который был поставлен примерно во втором квартале у нас по импорту нефти у нас после этого идет снижение темпов да и сейчас 75 процентов загружена этих вот чайников этих самых чайников да то есть у нас идет снижение и на самом деле бытует мнение что перспективы плачевны поскольку вот к примеру показатель показатель в августе этого года да у нас импорт нефти и битумных смесей снизился вот вот именно в этих чайников да то есть у нас идет снижение и поговаривают что сентябрь октябрь также будет снижение меньше 7 18 миллионов баррелей тех смесей из сырой нефти поступило это примерно 10 процентов просадки от пика который был поставлен в июле то есть рынок нефти и нефтепродуктов китая в общем то можно считать затоваренным хотя это конечно грубые прикидки поскольку но опять-таки углубляться здесь и некуда потому что информации бесплатной очень мало о физическом рынке что происходит на финансовом рынке следующая картинка вот она у нас есть так что происходит там у нас запасы на хаби пушинка нанесены бирюзовой линией они уплощаются кривая фьючерсная кривая рыжая линия начинает опять тяготеть контанга да то есть мы отскочили от минимальных значений года тяготели к баквардации но мы сейчас уже идем но опять-таки это сезонный фактор чем и обусловлен низкий сезон до чем обуславливается да то есть это снижение спроса и поэтому кривая начинает фьючерсная начинает тяготеть контанга у нас углубляется медвежий спред он у нас нанесен красной линией и обратите внимание как сильно провалился показатель базиса он нанесен белой гистограммой то есть цены на физическую нефть резко просели на прошлой неделе а на фронтальный фьючерс на спорта иногда оставались дороже чем стоимость физической нефти ну и провал цен до которые мы наблюдаем сейчас в принципе я уже об этом говорил и на на своих еженедельных видео и видео на прошлой неделе что рынок нефти слишком переоценен и надо ему скорректироваться в общем то мы это сейчас и наблюдаем мы прошли первую такую зону крепкую до поддержки прошли ниже диагонали которая была поддержкой прошли ниже я им адвестина на четырехчасовом графике ну и до 38 7 ничего не мешает рынку падать до это wti ничего не мешает у нас также ускоряются осциллятор да ну в принципе вот далаёв которые были поставлены по осциллятор в начале лета мы в принципе остаемся еще высоко да то есть есть куда падать ну и следующая зона я уже отметил ее это 38 737 вот здесь будет борьба если мы проваливаем эту зону то вопрос становится остро поскольку далее у нас 34 36 это глобальная поддержка в случае если она будет пробита то котировки могут полететь просто очень сильно и все что я хотел вам сказать показать на мой взгляд гадают ничего пошел медвежий тренд ловить нож я не рекомендую я думаю что время для покупок еще придет наверное это время будет за медведями то есть ближайшая там история там там 10 20 дней она будет медвежья поэтому можно подержать шорт что я буду делать уровне там внизу очень прилично особенно там 34 с копейками на это такая глобальная поддержка если нам будет продавлено то конечно быкам будет не сдобровать точно да и к и котировки улетят сильно вниз пока что я ожидаю что мы закроем эту неделю ниже 40 на следующей неделе тренд скорее всего будет продолжен возможно против некой после некой консолидации цен да ну как котировок она может быть в боковичке на если если тренд крепкий спасибо всем за внимание всем пока до встречи на рынках и